Согласно оценкам, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или психическому насилию со стороны мужчин. Как отмечает генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрус Гебрейсус, проблема насилия в отношении женщин характерна каждой стране и культуре и усугубляется пандемией COVID-19. Однако, в отличие от COVID-19, насилие в отношении женщин нельзя остановить при помощи вакцины. С ним можно бороться только с системными и целенаправленными усилиями правительств, местных общин и отдельных людей, направленными на изменение вредных установок. В связи с этим каждый год Организация Объединенных Наций проводит международную кампанию, которая стартует 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека. 16 дней активных действий против гендерного насилия. Глобальная кампания под таким названием в эти дни проходит в 187 странах мира, в том числе и в Узбекистане. Конечно же, многие спрашивают, зачем нужны такие мероприятия. Их проводят ради галочки? Нет. Основная цель этой кампании – формирование у населения негативного отношения к фактам насилия, пропаганда толерантности, донесение до сознания людей недопустимости, притеснение женщин. Женщина – полноправный член общества. И так же, как вы, испытывает боль и страдания. Важно продвижение подобного настроя среди людей. Думаю, наша просветительская акция будет результативной и принесет должный эффект. Стоит отметить, в нашей стране предпринимаются конкретные меры по профилактике насилия в отношении женщин. В частности, при Министерстве по поддержке Махали и семьи создано 29 центров реабилитации и адаптации женщин. Для оказания оперативной психологической и психотерапевтической правовой помощи, консультирования и предоставления информации женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, действует горячая телефонная линия 1146. Женщинам, столкнувшимся с притеснением и насилием, будут выданы охранные ордера. Их выдают двум лицам, находящимся в конфронтации. Это могут быть свекровь и сноха, невестка и свекор, или же руководитель и сотрудник организации. Ордера нужны для сохранения дистанции между людьми и, как следствие, их защиты. Изучение ситуации и выдача ордеров должны быть произведены в течение 24 часов. И непосредственно на месте необходимо определить, кого привлекать к разрешению данной проблемы. Охранный ордер выдается на 30 дней, и в случае необходимости его можно продлить на такой же срок. Но его предоставление не означает, что проблема устранена. Нужно найти ее корень и, ликвидировав причину, прийти к решению. 16 дней активных действий против гендерного насилия – повод для просвещения широкой общественности, о проблеме, бороться с которой можно лишь сообща. Ведь каждая женщина в мире, как и все члены общества, имеет право на уважение и на жизнь без страдания, эксплуатации и насилия.